Итоги уходящего понедельника В седьмом микрорайоне возводят ультрасовременный детский сад. Когда новоселье? Поход к врачу одним кликом. Третья поликлиника обслуживает пациентов по вайберу и ватсапу. Как это работает? Вязанный джемпер и меховой палантин в сторону. Синоптики предрекают весенние обновки. А также зеленые легкие с неокой, что посеешь, что и пожнешь, и гранит науки. Белорусские школьники снова сели за парты. Предупрежден, значит вооружен. Теперь белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19. Тест из 23 вопросов размещен на сайте научно-практического центра гигиены. Между тем, в республиканском центре крови начали заготавливать плазму выздоровевших от коронавируса. Антитела могут помочь тяжело больным. Тем временем, две крупнейшие белорусские IT-компании передали Минздраву 700 тысяч респираторов. Это существенно повысит безопасность персонала, который работает с инфекционными пациентами. Госконтроль продолжает мониторить торговую и аптечную сеть. Горячие линии позволили узнать мнение белорусов о ситуации с наличием медикаментов, антисептиков, масок и других товаров. Комфортное воспитание. Бобруйские строители, не покладая рук, возводят долгожданный социальный объект в 7-м микрорайоне. Специалисты уверяют, аналогов в городе нет. Максим Кембель узнал, когда везти детей в сад. Бассейн, суперсовременные лифты, подземный хозблок. В 7-м микрорайоне вовсю кипит стройка. На объекте трудятся в две смены свыше 60 специалистов. Здесь же 20 единиц техники. Бульдозеры, краны, экскаваторы. Здание площадью 3000 квадратов. Вместимость 240 мест. Закончены земляные работы. Ведется возведение фундаментов. Гидроизоляция стен вертикальная. Также ведется монтаж плит. Ниже уровня земли расположится кладовая, прачечная, гладильная комнаты. Многослойная нарушена стена толщиной в 400 мм будет отвечать за микроклимат в помещении. Монолит в качестве обшивки. А это еще плюс 140. Итого 520. Для сравнения, плотность стены в жилом доме 300-350. В здоровом теле здоровый дух. В детском садике будет бассейн. Размер чаши 7 на 15 метров. Ну, конечно, надо. Микрорайон такой большой строится, куда детки будут ходить в садик. Нам нужен садик, нам нужен спортивный центр, чтобы дети развивались. Меня папа возит на машине в садик. Я хочу, чтобы тут построили садик ядышком. Уникальность стройки еще и в темпах строительства. Уже в ноябре дети смогут пойти в ультрасовременный сад. Специалисты уверяют, при таком темпе работ это реально. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Без очередей споров. Третья поликлиника принимает пациентов онлайн. Удаленка в эти дни и впрямь востребована, как никогда. Мария Бересневич узнала, как выписать электронный рецепт по Вайберу. Здравствуйте. Вы позвонили к поликлинику номер 3. Что у вас случилось? Колл-центр третьей поликлиники фиксирует рекордный пик. За день специалисты приняли свыше трех с половиной тысяч звонков. А посещаемое сайта выросло аж восемь раз. Скажите, пожалуйста, а как вы принимаете гликлозит? Одну таблетку в день? Да. Это ноу-хау в учреждении здравоохранения не первое. COVID-19 подстегнул спрос на услуги с пометкой, не выходя из дома. Почему бы и нет, когда обхват обслуживания аж 30 тысяч пациентов. Скажите, пожалуйста, могу ли я доказать выписку из медицинских документов для родительской комиссии? Подскажите, адрес ваш? Онлайн-консультирование с каждым днем набирает небывалые обороты. Конечно, поставить диагноз удаленно не получится, однако решить вопрос с бумажной волокитой можно всего за две минуты. Чтобы написать или позвонить врачу, нужно знать номер своего участка. Список с номерами телефонов специалиста можно найти в регистратуре, на сайте поликлиники или в приложении «Любимый город». Для связи с участковым пациенты используют мессенджеры. В части – вайбер и ватсап. Можно отправить смс, голосовое, пообщаться по видеосвязи. У каждого врача свой планшет. В связи с эпид-ситуацией на всей нашей планете, это намного упростило контакт пациента и медицинского работника. Выезды врачей на дом никто не отменял. Для пациентов с недомоганиями – отдельный вход. Речь о тех, у кого поднялась температура, участило сердцебиение, появилась отдышка. Таких больных медики встречают во всеоружии. Экипировка с головы до ног. Средство самозащиты – это то, что позволяет сохранить сегодня самый наш главный ресурс. Это медицинские работники. Мы укомплектованы достаточно хорошо, люди обучены, они прекрасно знают, как ими пользоваться и как работать в условиях сегодня инфекции COVID-19. Минимизация контактов и дистанция также важны наряду с защитными масками и антисептиками. Если вопрос решается одним кликом или звонком, лучше и впрямь никуда не ходить. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Где добыли первую соль, кто заполонит эфирное пространство и каким будет урожай? Посевная компания в Беларуси на финишной прямой. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Свыше 33 тысяч гектаров деревьев за одну весну. Белорусские лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса. Из-за аномально теплой зимы отдельные лесхозы приступили к работе уже в конце февраля. Посевная компания в Беларуси близится к завершению. Ранними яровыми засеяны почти 90% площадей. Это без малого 770 тысяч гектаров. Работы в полях выполнены практически во всех областях. В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 860 тысяч гектаров. У белорусских школьников началась четвертая четверть. Каникулы, которые длились три недели, завершились. Тематическое планирование скорректировано. Учебный год продлится до 30 мая. На Нежинском горно-обогатительном комбинате добыта первая соль. Два механизированных комплекса достигли первого слоя каменной соли на глубине минус 567 метров во время шахтостроительных работ. Горно-обогатительный комбинат, строительство которого началось в 2015-м, будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству удобрений. Ассоциация индустрии радиовещания официально зарегистрирована в Беларуси. В планах объединить участников отрасли и содействовать развитию радиовещания. Мера позволит усилить влияние радио в медийном пространстве. Учредителями ассоциации выступили 17 радиостанций. Ветрено, но без осадков. На Беларусь надвигается скандинавский антициклон. Воздух в середине недели прогреется до 16 градусов. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Ветер стих. Весеннее тепло пока не вернулось. На выходных среднесуточная температура держалась ниже многолетних наблюдений. Прогнозы синоптиков на эту неделю выглядят обнадеживающе. Во второй половине на погоду начнут оказывать влияние атмосферные фронты и более теплые воздушные массы. Местами пройдут дожди. Если верить синоптикам, начиная со среды, пригодятся весеннее пальто на пару с легкими ботинками. Теплая одежда с чистой совестью отправляется на антресоль. Погодные форты в виде снега, дождей, пронизывающего ветра, кажется, уходят в небытие. Тем временем Россию охватили сильнейшие пожары. За сутки сотрудники МЧС потушили пламя на площади около 42 тысяч гектаров. Самая тяжелая ситуация в Забайкалье. К спасательным работам привлекли военную авиацию. А в Техасе разбушевалась непогода. Метеорологи объявили угрозу торнадо. По их прогнозам, стихия может накрыть штат в среду. А пока в регионе продолжаются ливни, выпал сильный град. В первой половине недели погоду будет определять скандинавский антициклон. Продолжится поступление прохладного воздуха. Во вторник и среду прогнозируется преимущественно без осадков. Порывистый ветер сохранится. Температура ночью от минус 3 до плюс 3. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Недвижимость – это главное и основное. У каждой семьи должен быть свой дом или квартира. А квартира в Минске – это не просто жилье, а новые перспективы для жизни, карьеры и личностного роста. Почему стоит покупать жилье в столице именно сейчас? Все просто. Крупнейший застройщик страны, который развивает сразу несколько районов столицы, объявил сразу несколько акций. А самое главное, что одна акция не отменяет действия других. Акции суммируются, а соответственно суммируется и выгода. Обзор всех акций далее в репортаже. Начать подбор жилья и его покупку лучше с сайта. Почему с сайта? Потому что если через него забронировать свое жилье и оформить сделку онлайн, экономия следующая. На квартире до 40 квадратных метров – 4 тысячи рублей. До 55 метров – 7 тысяч. А на квартире более 55 метров – 10 тысяч рублей. Работает это просто. Сайт застройщика понятен. Надо выбрать квартиру в комплексах «Минск.Мир», «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев». Там указаны их характеристики, размеры и приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна. И забронировать. После этого с клиентом свяжется менеджер, который поможет решить все оставшиеся вопросы, в том числе как купить. За свои деньги, в кредит или рассрочку. Потом вы получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. А далее курьер доставит оригиналы на подпись по указанному вами адресу. Итак, это уже экономия до 10 тысяч рублей. Идем дальше и суммируем выгоды. Акция «Минус 10%». В квартале «Северная Америка» комплекса «Минск.Мир» акция продлена до 30 апреля. В акции участвуют все дома квартала «Северная Америка» – Сан-Франциско, Квебек, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Ванкувер. Квартира от 28 до 76 квадратных метров и на каждую квартиру минус 10% от цены на сайте. И неважно, как вы собрались приобретать жилье. За собственные деньги – партнерский кредит от Беларусьбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Тут, к слову, речь о современной недвижимости по передовым проектам. Свободная планировка, лобби вместо подъезда и скоростные лифты. Потолки не менее 2 метров 70 сантиметров. За стекленные лоджии – панорамные окна. Благоустроенные дворы без транзита машин. Здесь по соседству будут две станции, строящиеся линии метро. В квартале – две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк. А еще мини-рынок, поликлиники, торгово-развлекательный центр. Комплекс «Минск.Мир» признан самым масштабным проектом Европы. А строительство делового сердца комплекса Международного финансового центра «Минск.Ворлд» уже началось. И самая интересная акция. Нужен только паспорт, а первый взнос не нужен. Акция «Покупайте сейчас, платите потом». Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей квартире и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи сопоставимы с ценами на съемные квартиры. Тут есть и еще варианты. Если у вас есть 30% от стоимости квартиры, которую вы готовы внести в качестве первоначального взноса, оформляйте рассрочку от застройщика без процентов и переплат в любом из минских комплексов. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка выдается на 4 года. В «Майке Минска» на 5 лет. В комплексе «Минск.Мир» на 10. Если первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле. А в качестве бонуса – платежные каникулы. Это 6 первых месяцев без ежемесячных платежей. За полгода можно успеть многое. Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт, ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру. Дома сдаются четко по графику и даже досрочно. Только за последние недели три дома в разных комплексах были сданы гораздо раньше плана, чем, понятное дело, застройщик очень порадовал покупателей квартир. И снова к началу. Почему покупать надо сейчас, а не откладывать на потом? Совсем скоро таких предложений не будет. А на вторичном рынке покупать что-то в Минске обойдется куда дороже. Не нужно упускать возможность. Особенно, когда застройщик создал все условия, чтобы у вас была столичная квартира, да еще и в престижном районе. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова